Всем привет! Тема сегодня будет, конечно, такая, достаточно для меня неоднозначная, потому что я не хотела вообще об этом рассказывать. Но в последнее время я просто понимаю, что некоторые вещи просто нужно рассказывать, потому что в этом нет ничего плохого. Это часть, ну, просто человеческой жизни, часть моей жизни, часть жизни многих из вас. И, возможно, мое видео кому-то будет знакомо, кому-то будет полезно. История о том, как я ходила к психологу. Я об этом не афишировала в интернете. Об этом никто, ну, понятное дело, кроме там друзей и близких ничего не знал. И в конечном итоге хочу поделиться с вами моим опытом, вот как я ходила к психологу, насколько это было полезно, насколько это было бесполезно. В традиции, как обычно, я буду краситься. Прическа у меня, кстати, вся та же самая, которая была. Единственное, что я сняла пряди, потому что сегодня я должна улетать. Надеюсь, я улечу. И, соответственно, просто будет неудобно на пляжном отдыхе с этими штуками быть, потому что их нужно укладывать, и если их не укладывать, выглядит плохо. А так как я планирую плавать, то вся эта причастка пойдет по одному месту. Так что я это все сняла, и без наручных прядей она выглядит следующим образом. Знаете, то самое чувство, когда ты готов говорить о чем угодно, но не говорить о самом главном, потому что ты испытываешь такие странные, неоднозначные чувства. Я не знаю, у вас бывает такое или нет, но у меня зачастую бывает, когда нужно поднять какую-то очень важную тему, я начинаю как будто придумывать миллион и одну других каких-то тем, чтобы начать с них, а потом об этой самой главной как-то вскользь упомянуть. Хз. В общем, давайте начнем, ладно, а то это никогда уже не начнется, а я правда хочу, чтобы вы это знали, хоть мне и крайне нелегко, и не просто говорить на эту тему в принципе, хоть с кем-нибудь. Несколько лет назад я впервые записалась на прием к психологу, посоветовала мне его моя подруга, ну то есть из серии мне посоветовали хорошего человека, который много с кем работал, потому что моей подруге ее подругу посоветовала. В общем, все это было как-то очень нативно, а проблема у меня была в принципе на большую часть моей жизни, сколько я себе помню, о которой я расскажу вам позднее. И я потом надо решила, типа, ну раз моя близкая подруга ходит, раз ей вроде как это помогает, то почему бы мне хотя бы по приколу не сходить к психологу и не попробовать решить все мои проблемы, которые у меня есть. Вот, я пришла на консультацию, мы поговорили, я описала суть моей проблемы, и психолог, который посоветовала подругой, сказал, что в целом, ну, моя проблема довольно решаема. Вот, если ее решать, вот в каком состоянии должен был быть человек, чтобы настолько криво себе сделать брови? У меня буквально одна тут, а другая здесь. В общем, сейчас многие будут смеяться, ну, блин, это не смешно. Я пришла с такой проблемой, что я ничего не чувствую. Ну, буквально, моя чувствительность, что физическая, что психоэмоциональная, она примерно ее не существует. Это называется ангидония или ангидония, каждый ставит ударение по-разному, я так и не поняла, как правильно. Это состояние, когда, в принципе, тебе не то, чтобы на все плевать, но ты как будто не умеешь испытывать определенные эмоции. В основном у меня это связано с тем, что я не могу испытывать радостные эмоции, то есть, что бы ни происходило, какое бы хорошее событие там не случалось, у меня, в принципе, всегда очень прямой эмоциональный фон. Происходит что-то хорошее, происходит что-то не очень хорошее. Ну, кстати, когда не очень хорошее, меня еще может как-то задеть. Но тут, опять-таки, очень ситуативно, потому что я могу иной раз сгореть с какой-то абсолютно непонятной ерунды. Ну, знаете, серии, там, не знаю, мне кофе выдавали не в течение 1 минуты, а в течение 5 минут. Я могу реально на это очень сильно сагрессировать. Ой, сильно. А иной раз какие-то события, которые, ну, абсолютно, знаете, из ряда вон, от которых люди, ну, не то, чтобы сходят с ума, но, которые сходят с ума, но не в том смысле, что у них начинаются беды, а в том плане, что они просто впадают в какое-то невменяемое состояние. Такие ситуации у меня могут вызывать реакцию такой, типа, блин, все нормально, ну, че ты паришься? Так было не всегда, но в каком момент времени это началось, я, честно говоря, не поняла. Просто в какой-то день я сидела и думала, ну, мы там, разговаривали с одним человеком, и меня буквально начали упрекать за то, что я вечно всем недовольна. Ну, это, в принципе, правда. То есть, что бы ни происходило в моей жизни, в целом, я всегда найду миллион одну причину, почему, ну, сегодня что-то не так. Потому что практически ничего меня не радует. Ну, то есть, из серии все хорошо? Окей. Все плохо? Не окей. Все отлично? Ну, окей. То есть, мое состояние, оно абсолютно непонятное, мне в том числе, потому что я крайне редко испытываю реально радость. Ну, то есть, вот чтобы, вот знаете, я не знаю, как обычно у людей все происходит, человек куда-нибудь там, не знаю, он работал, он поехал там в отпуск, да? И человек в этот момент, он испытывает радость, что вот, наконец-то, я лечу в отпуск. Долгожданная моя там поездка, на которую я копила, все такое прочее. В моем же случае это обычно, а, ну, класс, мы летим на отдых. Конечно, я буду улыбаться. И делаю, что все классно, но в целом мне, ну, не то, чтобы мне плевать, но это не вызывает у меня никаких эмоций. И с этой проблемой я, собственно, пошла к специалисту. Да, я пришла к психологу, мы начали общаться, она стала расспрашивать у меня очень много деталей моей жизни, то есть, как я живу, что я делаю. В первое время мне казалось, что, в принципе, все относительно нормально, потому что начинала с базовых моментов, типа, серии обращая внимание, что тебя окружает, подмечая там какие-то вещи, которые вызывают у тебя там, ну, неироничную улыбку, просто чтобы подмечать эти вещи, чтобы, типа, акцентировать на них внимание и хвалить себя, потому что у меня достаточно рассеянное внимание, и многие вещи я просто не замечала. То есть, я из тех людей, которые посмотрели, например, какое-нибудь кино, и они сразу же забыли, о чем они его посмотрели. У меня с этим же вопросом очень сильные проблемы с какими-то именами, с событиями. Иногда бывает так, что я нахожусь в центре каких-то событий, каких-то эпизодов, и, ну, типа, в момент, естественно, я понимаю, что это происходит, я могу даже об этом ровнить, рассказывать эту историю кому-то из друзей, а потом в какой-то момент просто бац, я не помню, когда, например, через год или через два кто-то из друзей рассказывает историю, как вот я там что-то сделала, и все ржут и орут, и я такая, а это что, такое реально было? В общем, и в целом заставляли меня делать разные вещи, наблюдать, фиксировать. Потом в какой-то момент она начала заставлять меня просто сидеть на стуле и молчать. Мне очень долго казалось таким-то бредом, но другие мои знакомые, опять-таки, как я говорила ранее, многие знакомые психологи сказали, что в целом это нормальная практика. Занимались мы, получается, несколько лет, эффекта не было абсолютно никакого. Ни самовношения, ни то, что я получу за это деньги, ни то, что я трачу время, то есть то, что иногда работает как эффект плацебо, просто потому что ты держишь за помощью, тебе ее оказывают, и тебе кажется, что из-за того, что тебе оказали помощь, тебе все становится хорошо. Короче, ничего, это не работало. Я действительно пыталась поработать эту проблему, потому что, ну, буквально, ну, а в чём смысл, да, вот, например, моей жизни, если я в целом ничего не испытываю? Единственное, что на самом деле доставляет мне даже не какой-то кайф, а какой-то, ну, смысл в жизни, это мой ютуб-канал, как бы странно это не звучало, потому что это буквально абсолютно единственная вещь, которой я постоянно занимаюсь и с которой у меня есть какие-то, там, не знаю, ну, вот сложившиеся отношения, получается. Когда происходят какие-то странные вещи, там, плагиат, да, со стороны других блогеров, вот, и уж тем более, когда начинают у меня там что-то повторять, а потом какой-то другой блогер это берет, и меня еще упрекают за то, что, оказывается, я там с уикендов повторяю, это просто полный кринж. Вот, из недавних, например, историй была ситуация, ну, как бы ни для кого не секрет, но если вы почему-то первый раз смотрите мой канал, для вас это секрет, то, ну, мой канал изначально, как бы он позиционировался, не знаю, там было много аниме. В какой-то причине люди про это забыли, но это не важно. А потом, в какой-то момент я стала замечать, что меня начинают как будто бы упрекать, что якобы я у кого-то что-то плагиат, что-то делаю, делают упреки в монтаже, делают упреки в самом концепции, что, например, там аниме нравится, и я пытаюсь там подкосить какого-то персонажа, все это, конечно, крайне неприятно. И я просто не понимаю, зачем люди так делают, потому что буквально был недавний инцидент, я там делала определенных персонажей из того же аниме уже, ну, как косплей, да, и другие блогеры начинают тоже делать именно этих же почему-то персонажей, но плагиатчи в итоге я не смотрю. Потому что я делаю это гораздо раньше, и, простите, как бы, ну, это просто... Вот это было ужасно, и это меня правда задело, потому что, видимо, когда что-то касается моей работы, а я считаю YouTube своей работой, я знаю, что многие не считают это работой, но, ребят, сосите бебру, если вы не считаете, что это работа, потому что буквально это то, чем я занимаюсь каждый день. В общем, эта проблема не решилась, но это была как бы вступительная часть, это то, чем я хотела просто с вами поделиться, потому что я правда не знаю, что там делать, возможно, кто-то проходил через это все, и кто-то сможет дать хоть какой-то совет, как избавиться от настолько низкого эмоционального фона, потому что хотелось бы, конечно, чувствовать хотя бы иногда себя хорошо, потому что, честно, надоело жить, постоянно улыбаться, делать, что все классно, что все весело, развлекать людей, там, да, ну, по факту не испытывать просто ничего. Ну, все, просто да, get inside, пожалуйста. Если бы я была бы персонажем в Неме, у меня не было бы блика в глазах. А теперь мы подходим к главной теме сегодняшнего видео. На самом деле у меня много бияж за башкой, которые я правда не понимаю, как решить, которые мне бы очень хотелось решить, потому что, ну, одно дело, когда ты понимаешь, что ты весь такой dead inside, а другое дело, когда ты понимаешь, что ты не хочешь быть dead inside, ну, ты ничего не можешь поделать, и у тебя просто не получается, и ты уже такой просто, блин, ладно, я раскрою еще свою личность этой стороны, я просто всем расскажу, я потом буду кринжевать и не заходить, там, не знаю, никуда в социальные сети, просто потому что, как будто рассказать что-то о себе, для меня это проявление сродни а-ля слабости, хотя я понимаю, что в этом нет ничего такого, что абсолютно каждый человек, он живой, у него тоже есть проблемы, и в целом, почему вообще в какой-то момент люди пришли к такому умозаключению, что нужно молчать о своих проблемах, как раз таки о них не нужно молчать, если бы не этот загон, возможно, моя проблема в принципе и не существовала, если бы в один момент, просто я бы с кем-то, именно в тот момент, когда это произошло, потому что психолог так и не смог докопаться до того, в какой момент, меня вот так вот унесло, но возможно, если бы это было изначально обсуждаемо, до такого бы не дошло. Теперь мы плавно подходим к теме моей внешности, в последнее время мне поступает очень много от вас сообщений на тему того, что ты занимаешься каким-то позерством, что ты типа очень красивая, и слышать от тебя о том, что у тебя есть какие-то проблемы с внешностью, это просто крайне сильно кринжово, но, ребят, хочу поднять эту тему, не хотела, правда, не вообще никогда говорить, поэтому оставила в самый конец, знаю, что немногие до этого момента в принципе досмотрели, вот на самом деле кто досмотрел, с вами хочу поделиться. Дело в том, что у меня действительно в последнее время происходят очень сильные проблемы с самооценкой, я не знаю, с чем это связано, это происходит уже очень давно, то есть я даже не знаю момент, в который это все началось, это просто началось, началось резко, я просто проснулась в этот момент, посмотрела на себя и поняла, что я абсолютно перестала себе нравиться. Когда я нахожусь в образе, то есть там у меня полный макияж, полная укладка, я не чувствую себя так плохо, то есть в целом у меня как-то и уверенность в себе появляется, и как-то в принципе становится получше, хотя в целом большую часть времени, когда я просто смотрю на себя, я не хочу на себя смотреть, я не хочу, чтобы меня фотографировали, я не хочу, чтобы меня кто-то видел, потому что мне не нравится, мне ничего не нравится, поэтому мне очень непонятно, за что меня начинают буллить, и почему люди просто не способны поверить в то, что какой бы человек, вам бы, например, не казался красивым, почему вы думаете, что этот человек не может какие-то испытывать проблемы с восприятием себя? Я эти проблемы сейчас испытываю, и мне крайне сильно не нравится то, что кто-то в это не верит, потому что буквально, ну, а почему в это, в принципе, невозможно поверить? Вот буквально тоже еще недавно была история, что у нас сегодня так много буквально еще историй. У меня был пост в Инстаграме про то, что я, в принципе, рада, что мир меняется и что люди становятся толерантнее. Я думаю, вы в самом поняли, о чем я говорю, просто не уверена, что на Ютубе это уместно. Но в один момент там какая-то девочка, ну, как девочка-девушка, она пишет информацию, что вот она себя причисляет к тому-то, к тому-то, на что какая-то непонятная женщина к ней прицепилась, то есть буквально там женщина до нее, простите, доебалась. Она стала битой этой девочки, что она неразумное дитя, ну, короче, этот классический эйджизм из серии «Я богаче-старше, а значит, я умнее». И вот это вот все из серии «Ты там, мелкая школьница», бла-бла-бла, хотя я не уверена, что эта девушка была школьницей, но это не важно. Вот, и начинается классическое принижение, она с ней разговаривает на «ты», а девушка с ней крайне вежливо разговаривает на «вы». И я просто захожу в Инстаграм, очень удачно я вижу эту перепалку, потому что она всплывает у меня вот в последней подборке там, где обычно лайки видны, потому что, ну, как у блогера, у меня действительно много лайков, и я действительно крайне редко вижу там какие-то комментарии, тем более там срачки-то происходят, но тут увидела. И я это выложила в сториз из серии, что цивилы опять взбунтовались. Ничего личного против цивилов, но, как правило, именно с ним происходит какой-то кринж. И эта девушка, она стала писать мне в личку очень много таких сообщений, и в этих сообщениях был примерно такой посыл, что, блин, Лиса, спасибо большое, что ты меня поддержала, потому что, типа, меня очень сильно напугала эта ситуация, потому что я просто написала там сообщение о себе, я раскрылась, и какой-то незнакомый человек до меня докопался. Мои глаза могут мокреть, потому что, ну, для меня это достаточно эмоциональный момент, потому что я испытываю, как бы, это сказать, реальную любовь к моему подписчику, вот для меня важно, чтобы у них все было хорошо, поэтому мне реально что пофиг, что пишут обо мне, ну, потому что мне, блядь, плевать на все. Вот, но когда задевает их кто-то, видимо, вот сюда вот выливаются мои эмоции. И я стала еще, типа, молодыш, вообще не бойся, типа, ну, блин, ты это просто какой-то рандомный чел из комментов. Это просто какая-то рандомная недовольная жизнью женщина, почему ты вообще на это реагируешь? Типа, зачем? И, ну, она дальше мне стала просто рассказывать какую-то свою небольшую историю, которую я не буду вам освещать, и действительно, вот человек написал комментарий по тему, да, просто его просто загнобили за то, что он написал какой-то абсолютно нейтральный комментарий. Ребят, там не было вообще ничего такого, там была просто информация из серии. Всем привет, меня зовут Лера, там, условно, я не знаю, я учусь на физмате. Все, вот там вот, приберем, на такого плана была информация. И кто-то, кто посчитал, что эта условная Лера из условного физмата живет неправильно, счел необходимым до нее докопаться, то есть докопаться. И это все так отстойно, и я просто не понимаю, почему это существует. То есть я понимаю, почему это существует, но я не понимаю, почему так мало акцентируется на этом внимание, почему люди действительно продолжают это делать, когда могут этого не делать. Блин, настолько нехер заняться. Я не строю себя святую, я вообще тот еще мудак, я очень плохой человек. Но вопрос в том, что в каких моментах ты проявляешь себя как очень биль. Я действительно, даже при том, что у меня очень много каких-то плохих черт характера, я стараюсь сделать так, чтобы медиапространство, оно хоть как-то было лучше, было чище, чтобы люди находили в себе, чтобы люди находили поддержку. Это очень важно. Короче, ребята, я не знаю, какой вывод из этого всего можно сделать, потому что я просто хотела поделиться тем, что сейчас происходит. Вот, возможно, какой-то бред нанесла, как это обычно и бывает, но в целом все вот так вот, как есть. Я не знаю, как вырываться на самом деле из этого болота, я в принципе не знаю, вырвусь я из него когда-то в этой жизни или нет. Прекрасно понимаю, что многие захотят посоветовать мне у кого-то хорошего специалиста. Я бы хотела вернуться к этому вопросу, потому что, правда, ну, мне уже жить так не прикольно. Я все думала, что в один момент вот я там добьюсь вот этого, я куплю себе то, я куплю себе сё. То есть я всегда пыталась найти, ну, оправдание себя в деньгах, да. Но нет, если тебе реально херово, то тебе реально херово. Я знаю, что люди, которые сейчас смотрят меня, очень многие могут написать серию, ну, дети же в Африке голодают. Ну, вот кто-то же живет за чертой бедности. Но при чем здесь это? Действительно, у людей есть гораздо более серьезные проблемы, чем у меня. Но из-за того, что у кого-то есть более серьезные проблемы, чем у меня, я и ни один другой человек не должен обесценивать свои проблемы. Понятное дело, что кому-то хуже. Понятное дело, что кому-то лучше. Но это абсолютно не значит, что нужно забить на себя. Мы люди, у нас кроме как вот самого себя в этой жизни никого нет. Да, у вас могут быть друзья, да, у вас там могут быть родственники с неплохими отношениями, но по факту внутри вот этой вот оболочки, которая у каждого из нас присутствует, лежит только одно сознание. Оно только твое, оно только мое. И когда плохо моему сознанию, когда плохо мне внутри, то ни один другой страдающий больше, чем я человек, он, ну, не может как-то спасти мою личную ситуацию. Он может только обесценить мою ситуацию, мне будет стыдно говорить о том, что мне плохо. Но это крайне неверно. Вся моя жизнь это как будто ожидание завтрашнего дня. Вот завтра я проснусь, вот завтра что-нибудь произойдет, и я наконец-то буду чувствовать себя классно. И так всегда, когда вся твоя жизнь это всего лишь ожидание того, что вот сегодня ты проснешься, и ты полетишь за границу. Вот сегодня ты проснешься, и ты полетишь в Корею. Вот сегодня ты проснешься, и выйдет там, не знаю, серия, аниме, которые ты ждешь. Вот сегодня ты проснешься, и тебе придет подарок. Вот сегодня ты проснешься, и то, и все. И ты так с каждым днем просыпаешься, и ты понимаешь, что день-то не меняется, вот он какой был, такой есть. И твой эмоциональный фон все равно все еще пип-пип-пип-пип, пип-пип-пип-пип. А хочется, чтобы было хотя бы... Я вообще не уверена в том, что я знаю, что такое радость. Поэтому, наверное, мне очень легко улыбаться. Я всегда улыбаю и всегда смеюсь. Для меня улыбаться и смеяться это так же, как используют мои руки. То есть, когда я использую мои руки, я просто их использую, я не думаю о том, что их использую. И, видимо, точно так же с улыбкой. Поэтому даже, когда происходит какая-то стрёмная ситуация, я могу сидеть и улыбаться. Могу сидеть и смеяться. Как будто сейчас единственная эмоция, которую я могу испытывать, это какая-то боль. Боль могу испытывать, все остальное нет. Такие дела. Я не знаю, ходили ли вы когда-то к психологам в своей жизни. Если ходили, то правда расскажите. Это не байт на комментарии. Мне интересно вообще, ну вот вам помогло или нет. Потому что, к сожалению, у меня очень много друзей-психологов. Очень много. И еще с детства, когда, например, я тоже была школьницей, было очень много друзей, которые хотели обучаться психологи. Но, которые даже потом стали психологами. Но это всегда были самые несчастные люди из моего окружения. С самыми большими проблемами. И я понимаю, почему они хотели быть психологами. Потому что они хотели в этом себя найти. Они хотели ответить себе на многие вопросы. Но я сама тоже хотела пойти на психолога. Это не секрет. У меня было два варианта. Пойти на психолога или на экономиста. В итоге меня отправили на журфак. Но это другая история. Не знаю, что я хотела сказать с этим макияжем. Но мне хотелось сделать что-то странное. Думаю, что моя цель осуществлялась. Слушай, ребята, всех вас очень сильно люблю. Не страдайте. Всем спасибо за просмотр. И всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok